Детское радио представляет Необыкновенные истории обычных вещей Как же ты похож на маленького папу! Посмотри, взять хотя бы эту фотографию Это папа? А почему фотография черно-белая? Раньше мы фотографии все были торжественно черно-белыми Нас было мало и с нами обращались бережно и уважительно Со временем мы желтели, теряли яркость Но становились от этого лишь более дорогими Еще каких-то 25-30 лет назад сам процесс фотографирования был доступен лишь мастерам Которые после фотосъемки подолгу колдовали в темных комнатах под красными фонарями Теперь фотографировать легко может любой Но легкость обманчива Фотография – процесс сложный Его придумывали ученые разных стран много веков Сначала люди придумали, как сделать, чтобы изображение, которое они видят, появилось в другом месте Если луч света проникает через маленькое отверстие в темное помещение То на поверхности, которая оказывается у него на пути Возникают изображения предметов, оставшихся снаружи Правда, уменьшенные и перевернутые Попробуй сам! Темное помещение назвали по латыни «камера-обскура» А то, как она работает, объяснил великий художник Леонардо да Винчи Самые первые фотографии делались так В камеру-обскуру приглашали художников И они обводили световые рисунки Впрочем, очень скоро люди задумались, как обойтись без художников Ты, наверное, замечал, что на солнце кожа загорает Краски воцветают, листья желтеют Люди решили использовать способность солнца менять цвета Вместо белого листа в камеру-обскуру стали помещать сосуд с солями железа, чувствительными к свету Постепенно в сосуде появлялось изображение Но вот беда Картину невозможно было сохранить Она продолжала меняться и после сеанса фотографии Само слово «фотография», что по-гречески значит «рисую светом» Появилось только в 1839 году Тогда французскому изобретателю Луи Дагеру Впервые удалось не только получить, но и сохранить изображение Дальше ученые только совершенствовали процесс И так усовершенствовали, что мы, фотографии, перестали быть редкостью Однажды у нас черно-белых появились заносчивые родственники, цветные фотографии Но я уверена, люди никогда не перестанут относиться к нам с почтением Ба, а покажи мне еще маленького папу С удовольствием Необыкновенные истории обычных вещей